Всем привет, с вами Андромалик. Сегодня у нас бесконечный режим. Как я и обещал, у нас будет предыдущий мир, который я еще не играл. Бесконечный режим этого мира. Этот мир я, конечно же, прошел. А вот бесконечный режим даже не пробовал. Даже не знаю, как он называется. Так, где же тут у нас бесконечный режим? Как видите, у меня новый микрофон, так что пишите, насколько вам он понравился, не понравился, что надо изменить. Может подальше, поближе. Так, вот он, бесконечный режим. Можно начинать играть. Сейчас я звук включу. Так, что-то я нажимал так долго и только под конец нажалось. Не знаю, с чем это связано. Так, ну что, начинаем строить нашу колоду, наших растений выбирать самых лучших, которые нам больше подходят. Поехали. Так, что нам предлагают? Арбуз, двойной горохомет или пушка? Пушка точно не хочу. Либо двойной горохомет, либо арбуз. Наверное, арбуз больше подойдет, потому что двойной горохомет, он есть получше растения намного. Потому что он стоит 200 и особо он не очень мне нравится это растение. Короче, поехали. Начинаем играть. Так, стандартная стратегия. Я уже забыл, какие тут зомби, что они будут делать. Но все равно у нас выбора особо нет. Никакого выбора. У нас есть только 4 растения. Из них только 3 нормальные, короче. Необычные подсолнухи я не считаю как растения. Это просто без него играть невозможно. Так, ну что, сразу ставим. Что ждать-то? Пусть убивают импа этого снизу. Сейчас тоже поставим и успеем. Да, пусть убивают. Я тут, наверное, 2 сразу 2 линии выстрою. У меня потому что всегда нравится играть через 2 линии. Так. Тик-тик-тик. Вторую линию ставлю. Сейчас еще грахомет нужно ставить. Я на большого зомби поставлю, а того я заблокирую импа. Хоть он и быстрее бегает. Или имп тоже с такая же скоростью импа. Не, по сути, одна и та же скорость. Но есть же какие-то уровни, где импы намного быстрее передвигаются. Так, пошли у нас эти ребята серьезные. Которых надо сразу убивать. Не допустить, чтобы они дошли. Потому что они сразу будут пинать наше растение и все. Им ничего не сделаем. Ну-ка. Ай, блин. Что там, один выстрел? Не хватило одного выстрела. Так что надо быстренько их. У них довольно-таки много здоровья. Во-первых, они быстро бегают. Во-вторых, у них больше, чем обычного зомби здоровья. Поэтому не получилось убить быстро. Успел добежать он, короче. Так, так, так. Довольно-таки сложно для первого уровня. У нас сразу ведро появилось. Тут зомби с ведрами, да. Но мы-то их добьем. Но все-таки не так быстро мы их будем убивать. Мне надо сейчас стенку поставить. Поставлю стенку на этого зомби. Того зомби. Надо будет больше карахометов поставить. Сейчас продам. И поставим мы все. Ну, в общем, первый уровень пройдет. Надо нормально собрать растения. Потому что, конечно, с такими растениями играть неинтересно. Вот такие дела. А, у нас корм. А, не буду. Зачем? Реально, зачем сейчас использовать? Мы еще его убьем сейчас. У нас еще уровень сохраняется. Я и забыл про это. Все-таки бесконечный режим. Так, ну мешок с деньгами. За каждую газонокосилку еще получаем. У нас столько очень много золота, что не знаю, куда его девать. Но буду потом использовать, скорее всего. Если буду проигрывать. Так, приступаем к следующей части. Так. Так как у нас есть уже... У нас есть уже орех. Я не буду с будущего брать орех. Хотя он, по-моему... Он же тут, по-моему, очень серьезно помогает. Вы говорили, да? То есть, если его покормить, то он защищает. Насколько вы мне подсказывали, я помню в комментариях. Так что, наверное, я все-таки возьму. Так, я хотел мину взять. Ну ладно, пофиг на мину. Будем брать тогда этот орех и ставить. Кормить его туда. Он будет защищать. Они не смогут пинать растения, я так понимаю. Нам этого пригодится в будущем. Так что, возьму. Так, поехали. Появились у нас новые зомби тут. Посмотрим, что они могут сделать против нас. Давайте сразу покормим наш подсолнух. А сразу у нас много денег будет для начала. Я буду так всегда играть. Вначале кормить. Потому что все равно за уровень мы получим потом эту еду. Эту мы вернем. Так. Обычный зомби. С него сейчас еда выпадет. Это хорошо. Это все хорошо. Будем выстраивать. И потом я поставлю где-то этот орех с будущего. И сразу его покормлю. Тогда они ничего смогут сделать. Когда музыка заиграет, они спинать, я так понял, не смогут наши растения. То есть очень хорошая защита. Так. Ну вот можно сейчас, кстати, проверить, как это все работает. Но я пока не хочу сейчас проверить. Мы сейчас добьем этого одного. Я думаю, да, убьем. Ну давай, давай, давай. Все. Убили. Хорошо. Пока не хочу на него тратить. Просто он один, что он никакой опасности не представляет. Никакой угрозы. Поэтому не хочу ставить. Еще подсолнухо поставлю, чтобы побольше денег было. Так, пошел у нас зомби по центру на роликах. Если за ним идут зомби, то они как бы в защите или что-то типа того. Так, сразу же появились эти зомби, которые игровые автоматы ставят. Они довольно-таки серьезные ребята. Их очень трудно пробить. Потому что постоянно зомби выходят оттуда. То есть для начала, вот когда вот только второй уровень, сразу очень сложно, если честно. То есть у нас особо растений нету, выбора нету. Ну давайте тогда вот так сделаем. Давайте посмотрим, как они блокируют. А, единственное, да, у нас же арбуз есть. Мы можем сейчас по голове стрелять им. Тогда все нормально будет. И снизу тоже сейчас арбуз можно поставить, продать. Это все. Так, сейчас щит сгрызут они наш. Или он на время, либо у него здоровье есть у этого щита. То есть я вот это не знаю. Напишите в комментариях. Есть ли здоровье у этого щита? Или просто там на 30 секунд, или на 20 он работает, а дальше все. Дальше прекращает работу. То есть неважно, сколько зомби грызут его. Но рано или поздно просто через время пройдет и его сгрызут. То есть я вот этого не знаю. Так, еду я не хочу больше тратить. Потому что это последний, ну, сейчас будет лишурение. Еда переходит, поэтому просто двойную скорость поставим и пройдем. Все без потерь, все нормально. Две еды я сохранил. Я можно было больше сохранить и не использовать арбуз. На самом деле, вот я на арбуз потратил. Ну ладно, пофиг. Так, ну че. Поехали дальше, что нам предложат. Вот, так. Ну, конечно же, за 150. Это однозначно лучшее растение здесь. Это растение, я, у меня оно было, но я ни разу не использовал его. То есть никогда не покупал. Была только пиньята какая-то, и я там как-то выращивать надо было. Они что-то взрывались. Но они очень дорогие, поэтому я не люблю это растение. Как-нибудь потом посмотрю, что оно вообще дает. Но пока что оно мне не нужно. Ну, берем, короче. Взрыв у нас теперь будет. Взрыв это круто, на самом деле. Взрыв всегда нужен, чтобы все зачистить, если надо. У нас пока что еще золотов больше, чем растение. Поэтому можем все подряд брать. Не париться, короче, по этому поводу. Ну что, Greatest Hits, третий уровень у нас. Переводится это как лучшие хиты, можно так сказать. Наилучшие хиты, лучшие песни. Лучшие песни, так, лучше перевести это как бы. Понятно, понятно для нас. Так, ну что у нас тут будет. Я не посмотрел, какие зомби, если честно. Я даже не кормил нашего растения, чтобы у нас больше было солнца в начале. Ну ладно, я думаю, разберемся. Пока что не выглядит урень как прям сложный. Так, музыка заиграла и появился зомби у нас на роликах, которого мы сейчас быстро прибьем и все. Никаких проблем не будет. Кстати, 14-го числа, как вы мне уже писали, я буду в эту игру играть, в эту на PlayStation 4 Garden Warfare, вторую часть. И если у меня она будет, я не знаю, как она, наверное, всем предоставит доступ. Тогда буду играть всем, потому что у меня приглашения нету. И тогда я с PlayStation как-то буду записывать. То есть это очень скоро, через 4 дня. Вот сейчас сегодня 10-е, я записываю видео. Через 4 дня я попробую быстро поиграть в бета-версию. Потому что игра выйдет только через больше, чем месяц. А как вы мне написали, будет открытое бета-тестирование, то есть для всех, без приглашений, без всего, значит. Я смогу поиграть и показать вам, что там за новые классы, новые режимы игры и прочее. Поэтому, если вам нравится Garden Warfare, не забывайте, 14-го числа или 15-го уже выйдет ролик. Я сразу его быстро сниму. Но если там, конечно, сервера не упадут, потому что все игроки начнут играть, может быть такое, что просто невозможно будет поиграть. Из-за того, что народу будет очень много, и сервера, как всегда, не выдержат. Ну, посмотрим, что там они придумывают. Просто это Electronic Arts, а у них всегда какая-то проблема с запуском игр, когда много игроков, это постоянно. Там Need for Speed, когда там открывают тестирование, тоже сервера падают и другие игры. Так, ну что, третий уровень пройден. Что нам дальше предложат? Бончой мне нравится, все остальное это ерунда, я считаю. Вот Бончой реально самый лучший выбор из всех растений. Даже долго думать не надо, тут сразу видно. Я думаю, вы согласны со мной. Напишите в комментах, правильно ли я сделал выбор вообще. Мне кажется, все вот эти выборы, что у нас были, от начала до конца, то есть Бончой, Арбуз, Орех с будущего и Взрыв, это самый лучший выбор из всех, что был. Ну, я не знаю из будущего вот этот Орех, но мне говорили, что он помогает, поэтому я его взял. Там можно было взять, например, Мину какую-нибудь вместо него, да? Но так как вы мне писали, я просто не проверял, насколько это хорошо. Ну, если писали, значит, действительно очень полезное растение здесь. Я просто не использовал его раньше, ну, то есть я не кормил его, можно накормить, чтобы щит появлялся, линия такая, тогда да. Тогда он будет защищать, тогда это круто, если так. Мне кажется, так и надо делать, поэтому давайте посмотрим, что нас ожидает дальше. Так, снова у нас игровые автоматы, они довольно-таки серьезные, у них много здоровья. Пробивать их очень трудно, поэтому, ну, если только арбуз поставить, ну, на арбуз у нас денег нету. Ну, можно покормить, ну, давайте я сейчас покормлю, и тогда арбуз я смогу купить. Может быть, с арбузом мы пробьем хотя бы одну линию нижнюю вот эту. Может быть, что-то получится, а может быть и нет. Пока не особо получается. Ладно, тогда давайте так вот ставим защиту, чтобы он не смог ничего сделать. Автоматы сразу на месте остаются, я так смотрю, и он начинает двигаться на наше направление. Пытаться сгрей сейчас будет. Ну, то есть он дальше уже не будет двигать автоматы, я так понимаю. Что бы ни произошло, он двигать не будет. Это хорошо. Так, сейчас была бомба, на самом деле надо было бомбу кинуть. Ну, давайте сейчас кинем. Все, у нас даймонд выпал. У нас, у меня, как я говорил, уже 200 даймондов практически скоро будет, а не на что тратить, потому что, ну, горшки мне не нужны эти, а на что еще тратить его? Даймонды, вот реально, на что. Раньше были костюмы, я их всех купил, все. Новые костюмы за даймонды не добавляют, их только для пиньяты добавляют. То есть только там можно их открыть. То есть получается, что ничего не открыть. Ну, еще можно открыть их, когда проходишь компанию, этих в подарочках могут, может там костюм выпасть. Но в основном он будет выпадать только из пиньят, которые я редко играю. Ну, потому что, ну, я сыграю, вот сейчас я не играл, в следующем видео я начну, например, с пиньяты, потом мы продолжим бесконечный режим, ну, чтобы как-то разнообразить все это дело. Так, ну что, в последней зомби довольно-таки легко пока что. Пойдем дальше. Единственное, у меня на еду надо... А, все, вся еда восстановится. Я думал, у меня 4 еды осталось. Вот тут с кого-то выпало, короче, 5 еды у меня. Хорошо. Поехали, что дальше? Что у нас тут? Все ерунда, честно говоря. Вот это что она делает? А, да, знаю я эту тему, знаю. Ну, можно брать, потому что бесплатное растение. Авокадо, нет смысла брать этого крокодила. И это тоже вообще бесполезная вещь. Она 200 стоит. Зимой она может помогать там размораживать что-то. Но даже зимой это не супер крутое растение. Поэтому можно заплатить 2000 золота и что-нибудь другое открыть. Или можно вот, например, power tile ставить. Тогда ты кормишь одно растение, сразу два кормятся. То есть прикольно, да? Давайте попробуем, как оно работает. Оно же бесплатное. Поэтому можно брать. У нас еще все золоты есть. А что? А со временем я просто обычный... Обычную эту стенку... Орех. Стена ореха за 50. Просто не буду брать. У нас освободится место. Ну что, будем ставить, например, вот так, да? Еще где-нибудь поставим. Потом покормим. У нас куча денег будет, например. Ну или можно в другом месте ставить. Например, стенку, да? С будущего. И сразу несколько стенок с будущего будут свой щит давать нам. Но я думаю, что это не очень круто. Лучше всего вот так вот на деньги сразу. А, в следующий раз 250 стоит. Ё-моё. А я не знал. Первый раз бесплатно оказывается, а дальше 250. Поэтому это не особо очень полезная вещь здесь, я так понимаю. Ну вот, придется сейчас кормить, потому что у меня нет места для еды и пришлось использовать. Ну, короче, не очень хорошая вещь. Да и поэтому нет смысла ставить на подсолнухе. Есть смысл ставить куда-то еще, но на подсолнухе никакого смысла нет ставить. Так, снова автоматы пошли. Окей, я готов уже к ним. Никаких проблем. Так, давайте сюда еще поставим вот так вот. Можно взорвать его, у меня деньги есть. Можно взорвать за 150 и все. Никаких проблем. Так, ну что, кто дальше? А, большой уровень, кстати, смотрите. Три больших волны будет. Это пятый уровень. Все-таки посложнее его сделали, подольше. Будем смотреть, что у нас тут. Так, пока ничего не хочу ставить. Наверное, поставлю арбуз. Арбуз по центру поставлю, потому что по центру хорошее место, чтобы сразу и вторую линию, и четвертую линию сплэшем, уроном наносит повреждения. То есть выгодно ставить. Невыгодно ставить первую и последнюю линию, например. А здесь я поставлю, почему бы и нет. Сейчас он, кстати, по голове этого может и перебить, и автомат не будет двигаться. Ну, посмотрим. Ну, или давайте там... А, уже автомат, кстати, почти пробили-то, я смотрю. Почти автомат. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Он сдвинет автомат, у нас все сдвинется, или я просто забыл, как это работает. Ну... А, он просто давит. Окей, он все не сдвигает, это хорошо. Окей, это нормально. Это нормально. Ну, этого добьем, он там уже полудохлый зомби этот. Так, 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 так. Кстати, вспомнился фильм Конфюри, если хотите посмотреть, реально хороший. Он, кстати, бесплатный на ютюбе есть. Этот фильм создавали с помощью кикстартера, и поэтому все деньги были от фанатов, как бы, и бесплатно распространили везде. Во всех сервисах можно посмотреть. На ютюбе просто введите Конфюри. В переводе Володарского. Вот, посмотрите этот фильм, вам понравится. Это будет напоминание про этот мир, потому что это мир 80-х, и там как раз фильм про это, про старые боевики 80-х. Так, сколько мне еды дали, я тут прям всю поиспользовал. Настолько арбузов этих, это просто что-то с чем-то. Ну, пока что в этот мир ничего сложного нету в нем. А, я вспомнил, что вы говорили. Орех из будущего защищает от удар боссов. Гаргантюа, которые будут. Да-да-да-да. Вот ради этого и есть смысл брать. Потому что можно покормить, тогда босс ничего не сделает, он не сможет пробить. Потому что у него от каждого удара, он же все там уничтожает, как бы, своей ударной волной. Вот это я вспомнил реально. Поэтому есть смысл брать его. Да, но постоянно только надо еду брать, чтобы кормить постоянно. Так, ну что, тут много их, давайте взорвем. Как раз предпоследняя волна, еще даже не все. Но уже видно, что у нас очень серьезное преимущество перед зомби, и они ничего сделать не могут. Очень много арбузов везде стоят. Вот я и говорил, первая и последняя линия бессмысленно стоит. Но я поставил, потому что, ну, тут видно, что уже легко получается. Просто везде ставишь, уже побеждаешь, ничего сложного. Так, ну, надеюсь, что звук хорошо все записывается, потому что будет неприятно, если я прошел уже, а потом какие-то проблемы со звуком, я их просто не исправлю, если изначально. Но я как вижу, звук записывается, все нормально. Так. Ну, очень легко, честно говоря, сейчас. Мы просто застроились, поэтому уже. Арбузы реально хорошо заходят здесь, так что это хороший выбор был. Вот у меня нету костюмов на подсолнух и на горохомет обычный нет костюмов. Вот смотрите, на все остальное. Но вот из будущего нету тоже. Стена ореха, короче, из будущего у меня его нету. У меня выпадал, по-моему, но я просто не туда нажал в пеняти. То есть я мог выиграть, но не получилось. Не повезло. Ну что, последняя волна. Давайте тогда по центру поставим вот так вот. Так, и у нас еда лишняя, поэтому использую. Все, теперь мы переходим в следующий уровень. У нас уже вся еда, 5 штук, поэтому все отлично у нас. Давайте бунчоя поставим, он добьет этого чувака. И бунчоя здесь тоже очень хорошо подходит пока что. Я сразу говорю, что никогда не смотрел, какие стратегии есть в бесконечном режиме. Здесь я просто хочу какую-то свою стратегию выработать, не смотреть на чужие результаты, показать какую-то новую стратегию. Может, вы такую еще не видели. Так, надо проверить, как у нас запись идет. Хорошо. Давайте пятый, шестой пройдем. Так, ну что? Дополнительное солнце мне точно не надо. Эта штука, это как раз этот гриб появился тогда именно в этом мире, но он мне никогда не нравился, потому что... Ну, можно поставить на самом деле. Потому что он же будет пробивать вот эти вот игральные автоматы, вот эти, да? То есть он будет пробивать. Ну, а лук этот... Не знаю, лук нужен нам, лук этот или нет. Мне кажется, все-таки... Сейчас подумаю, как я лук буду ставить. Ну, не знаю, либо это, либо это. Давайте возьмем за 150. Тогда вместо грахометов обычных я буду сразу 150 ставить. Будет дороже, но зато эффективнее. Все-таки мы тогда таким... Этим грибом заменяем грахомет наш. Ну что, поехали. Так, 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 так. А, у нас два слота, то есть... Ну, давайте возьмем, потому что два слота... Это я точно не буду использовать. Поехали. Шестой уровень бесконечного режима. Пока что идем. Замечательно, без проблем. Все замечательно. Так. Никакую газонокосилку не потеряли. Да тут и трудно было потерять. Только вначале вот первые уровни были довольно-таки сложные. Потому что у меня взрыва нет. Вот когда есть такой вот крутой взрыв, который у меня выпал, это вот вишня или как-то там... А виноград, дикий виноград, или как он там называется. В общем, благодаря этому растению все очень круто. Так, ну что, ставим сразу, чтобы... Он сейчас убьет этого зобий. С него будет еще один гриб. И это нам очень поможет вначале хорошо. Выстоит. Так, музыка скоро будет, поэтому надо быстренько ставить. Сейчас я вместо... Я подсолнух не ставил, но поставил сразу гриб, чтобы к музыке быть готовым, потому что музыка скоро играет. Вот она играет. Так, вот эти побежали снизу у меня. Они же не будут бить эти. Я не помню просто, вот эти бьют или нет. Давайте проверим. А, они просто, они просто танцуют. Окей. Они тогда... Они не опасные. Я просто забыл. Бьют они, не бьют эти чуваки. Это нормально. Бончо я поставил. Но у них чуть больше здоровья, чем у обычных зомби. Все равно вот этих, которые танцующие. Потому что Бончо я очень долго как-то убивал его. Или мне просто показалось? Так, что-то я забыл. Подсолнухи надо ставить. Тут денег нет. Так, у нас тут... Ага, игровые автоматы снова пошли. Окей. Ну, сейчас мы по голове будем стрелять. Тогда полегче будет. Мы пробивать будем его. Надо только вначале зомби этих убивать. А потом все остальное. Так. Ну что, можно бомбу на самом деле кинуть. Давайте возьмем, кинем бомбу, чтобы сохранить какие-то грибы. На будущее. Они нам еще понадобятся. Еще целая волна будет. А сейчас мы, наверное, уже по центру арбуз поставлю. За 325. А, тут еще у нас какой-то зомби появился. Непонятно откуда. Тогда Бончо я на него поставлю. Он быстро его добьет. А, тут же вот этот зомби, который бесит. Который всех там убивает. Надо его сейчас убить. Вот здесь. А, это именно когда музыка играет. Да, да, да. Он начинает крутить. И всех вокруг зомби убивать. Ну, вы поняли, о ком я говорил. Был такой зомби. С проводом от микрофона. Ляд. С чем он там? Так. Что-то мне все не нравится сейчас. Придется взрывать все. Давайте вот так. Взорвем здесь. Так. И у нас еда лишняя есть, поэтому я использовал ее. Сейчас мы его добьем. Так, можно вот так прям блокировать его, тогда он не толкнет. Ничего сделать не сможет. Так, и здесь можно стенку поставить. Так. Ну, пока все окей, на самом деле. Не вижу никаких проблем. Снизу добиваем. Пока нормально. Ну, ничего. Это первая часть будет. Сейчас я дальше продолжу седьмого уровня. Там уже будет посложнее. Там уже и больше растений у нас будет. Больше вариантов развития и всего остального. Пока что здесь попроще. Как мы видим. Так, давайте. У нас еды много. Поставим везде всякую ерунду. Все, что можем. Дополнительно еще еда появилась у нас. На арбуз надо было ставить. Я что-то на гриб почему-то использую всегда. Кормлю гриб. А надо просто на арбуз. Тогда арбуз всех просто взорвет. Сразу же. Быстренько. Снизу кто-то как бы проходит. Но я не волную. Меня это не волнует, потому что я знаю, что тут все окей у нас. Хотя нет, у нас же тут это стоит машина, игровой автомат этот. Да, и надо его взорвать. Ну все, вот сейчас видно, что все окей. Только снизу один зомби остался. На него поставим вот так. И все, и можно двойную скорость ставить. А, с другой стороны. А, бончо не бьет с этой стороны. Окей. Ну окей. А это будет долго месить. Оно-ка. Этого бончо он не съест? Нет, все нормально. Он для него не достает. Ну и два бончоя сейчас его добивают. Здесь поставим прям... А, нельзя было поставить, потому что это же был орех из будущего, его надо продать, а потом ставить обычный орех, например. Ну ладно, прошли. Шестой уровень, все отлично. Так, и прежде чем мы продолжим, давайте выберем... Хотя нет, оставлю это на следующем видео, чтобы было интересно. Я нажимаю на X-Level, и мы выбираем новое растение. Что там будет, я не знаю. Кстати, я купил новое растение, которое вот вышло для Нового Мира, одиннадцатого, которое делает всех, уменьшает в два раза. Вот это растение я купил, и оно может мне выпасть, кстати, здесь, и мы затестим его. Получается, в два раза меньше у всех здоровья, я так понимаю. А всякие там мелочи, типа курицы или там мангусты, погибают. Ладно, спасибо за просмотр, заходите в группу ВКонтакте Андромалик Плей, там я всегда тоже выкладываю видео, вы можете знать, что произойдет, пишу иногда что-то, можете добавить меня в друзья, и не забывайте подписываться на YouTube, конечно же. Все, пока, в следующем видео будет завтра, каждый день одно видео, и Новый Мир сразу же пройду быстренько, то есть, секунд 13 выйдет, я сразу его прохожу и выкладываю. А сейчас я продолжу проходить бесконечный режим, и, кстати, пишите в комментах, до какого уровня я найду, вот как вы думаете, сколько я смогу пройти. Пока что я 6 прошел, но я думаю, не буду говорить, сколько я думаю, что пройду, но пишите, если кто угадает, то будете молодцом, короче. Все, всем пока, играйте в хорошие игры, с вами был Андромалик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова